Приветствую вас и вопрос, который вы задаёте, он достаточно неоднозначный. Связано это в первую очередь с тем, что, понимаете, если вы хотите от нас получить такую вот оценку поведения мужчины, то мы её, конечно, можем дать. Это не выглядит чем-то таким сложным для нас. Это не представляется чем-то тяжёлым, если говорить про оценку. То есть дать оценку поведения мужчине можно достаточно легко. Действительно, он ведёт себя так, как будто испытывает к вам симпатию и, в общем-то, вообще говоря, ведёт себя так, как будто вы ему очень сильно нравитесь. Это правда. Но проблема в другом, на мой взгляд. Проблема заключается в том, во-первых, чего вы сами ждёте от этого. Чего вы сами хотите от мужчин, чего вы ожидаете. И самое, наверное, главное, это то, чего вы, что вам нужно самой от него. Тому что видите ли? Какая проблема? Ну вот, скажем мы, например, такую ситуацию, скажем мы такую вещь, что действительно мужчина проявляет к вам симпатию, да? А что вы будете делать дальше? Вы будете надеяться на то, что у вас будет что-то серьёзного? А если нет? А если не будет чего-то серьёзного, вы будете... Что делать тогда? Вы будете переживать, вы будете испытывать разочарование? Возможно, вы будете винить нас в том, что мы не дали вам неправильный, неверный совет. Неверных и неверных рекомендаций. И вы знаете, к сожалению, к сожалению, вы будете правы. И именно поэтому я бы избегал давать вам каких-то конкретных оценок того, что происходит. Да, мы видим, что мужчина ведёт себя по отношению к вам положительно. Да, мы видим, что мужчина выделяет вас своим отношением среди других людей. Да, мы всё это видим. Мы видим, что он выделяет вас. Это заметно. И любой эксперт, наверное, подтвердит, что вы действительно нравитесь. Вопрос здесь в другом. Вопрос здесь в другом. Зачем? Почему? Что изменилось? Ведь раньше он к вам такого внимания не проявлял. Значит, что-то сейчас стало иначе. Сейчас что-то стало по-другому. Видим. И вот в первую очередь вам нужно для себя вот этот момент уяснить. Что стало по-другому сейчас. Что изменилось у мужчины. Вам желательно это выяснить. Если у него, например, произошёл разрыв. Ну, какой-то разрыв. Например, разрыв там со своей женщиной. Или, например, у него там кризис какой-то. Или проблемы в личной жизни. Проблемы на работе. Или что-то ещё. Да? То тогда вам вполне вероятно, что вы просто средство для получения мужчины того, что ему нужно. Ну, а нужно ему, понятно, что это даже не секс, как каково. Секс это слишком такая общая, я бы сказал, точнее даже не общая, а секс это слишком узкая категория. Я бы употребил здесь такое слово, как женское внимание, женская ласка. И, возможно, вот что-то в этом плане мужчине от вас в коротке нужно. То есть ему нужно, чтобы вы обратили на него внимание. Ему нужно, чтобы вы захотели там, ну я не знаю, чтобы там быть с ним. Ему нужно, чтобы вы ответили ему взаимностью. И поэтому вы не воспринимаете то, что вы видите сейчас, то, что вы видите от мужчин. Вы не воспринимаете, по крайней мере постараетесь не воспринимать буквально. Видите, что мужчина проявляет к вам интерес. Хорошо. Дайте мужчине некую обратную связь. И посмотрите на то, как он будет на этот реагер. Посмотрите на то, как он будет вам отвечать. Ответит ли он вам, например, взаимности. Ответит ли он вам еще большей положительной энергии или нет. Даст ли он вам, условно говоря, то, что вам нужно. Вот на этот вопрос как раз вам и нужно получить ответ. Предварительно спросить себя, чего вы хотите. Если вы хотите, ну в любом случае, если вы хотите чего-то такого, не обременяющего вас, ну я имею в виду отношения любого типа, безобязательственные, обязательно серьезные и так далее. Если вас это вот не опугивает, то тогда, конечно, думать об этом не надо, естественно. В этом случае вам просто нужно отвечать мужчине взаимностью и, собственно, все. То есть больше здесь и делать там ничего не нужно. А вот если вы все-таки, если вы все-таки интересуетесь тем, чтобы достроить серьезные отношения с мужчиной, то вот тогда вам нужно как раз таки очень крепко подумать и очень спокойно, неторопливо, чтобы сознательно, самое главное, аналитически подходить к тому, что и как делает мужчина для того, чтобы быть с вами. Понимаете? Дабы вы не испытывали, дабы вы не получили некое такое, я бы сказал, некое такое разочарование. Понимаете? Потому что вот именно разочарование это то, чего лично я опасаюсь для вас сильнее всего. Ну вот, мне бы не хотелось, чтобы вы испытали разочарование, мне бы не хотелось, чтобы вы все-таки как-то вот оказались там обижены мужчиной, да, чтобы вы оказались как-то использованы мужчиной и так далее. И вот поэтому я и хочу вас предупредить, чтобы вы были осторожны. Осторожность, она, знаете ли, никому не помешала еще. И осторожность, между прочим, позволит вам, в первую очередь, наверное, вам, ну, показать мужчине, что вы вообще-то голова не такая уж и доступна. То есть, что вы, как бы, готовы отвечать мужчине заимностью, это безусловно. Но при этом, отвечая мужчине заимностью, вы ни в коем случае не собираетесь действовать себе во время. Вот это вот то, что вам нужно человеку дать понять. Понятно. И, как бы, если вы можете это сделать, если вы хотите это сделать, если у вас есть ресурсы для того, чтобы это сделать, то я думаю, у вас все получится. И тогда, на самом деле, даже если мужчина испытывает к вам симпатию, но при этом эта симпатия, как бы сказать, такая потребительская, то вам это вообще ничего не плохого, вам это ничего не сделает. И вот в этом ключе и нужно вам стремиться, действовать в этом ключе и нужно вам двигаться. Только так можно уберечь себя от возможных негативных последствий подобного рода отношений, подобного рода взаимодействий. И только так можно уберечь себя от каких-то, ну, я бы сказал, таких, знаете, ну, потребительских аспектов отношений. Заходите ли вы делать это, заходите ли вы внимательно наблюдать за мужчинами, например? Заходите ли вы действовать подобным образом, я, конечно, не знаю и не могу, но предупредить вас, думаю, вполне можно и в том. И вот тогда уже, тогда уже, я полагаю, вы сами для себя будете узнать, чего вы хотите и как вам этого добиться. Пожалуй, на этом можно закончить, я могу пожелать вам только удачи, я могу пожелать вам только принятие верного решения, а от себя скажу следующее, если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, помогу вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи!